Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 7 марта, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Иосифа, Владимира, Иоанна, Михаила, Виктора, Сергия, Андрея, Пороскева, Стефана, Николая, Елисаветы, Ирины, Варвары, Андрея, Федора, Филиппа, Афанасия. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Михаила Горбунова. Отец Михаил родился 2 сентября 1878 года в деревне Селиверстово Пашихонского уезда Ярославской губернии в семье крестьянина Петра Горбунова. Служил псаломщиком, затем диаконом в храме в селе Рокоболь. В 1923 году был рукоположен в освящении как Спасской церкви Пашихонского района. Это уже 5 лет гремела революция. В 1935 году почти все храмы в районе были властями закрыты, и отец Михаил поселился у своего брата в деревне Селиверстово. Зарабатывал он тем, что, ходя по деревням, занимался починкой часов и предметов домашнего обихода. 12 октября 1937 года отец Михаил был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, хождении по деревням с целью антисоветской агитации и участии в повстанческой организации, и в тот же день был допрошен. «Вы арестованы как участник повстанческой группы. Дайте показания», – потребовал следователь. «Участникам повстанческой группы я не состою. Я о наличии организации ничего не знаю», – ответил священник. «Общаясь в среде колхозников, вы проводили активную контрреволюционную повстанческую агитацию. Расскажите об этом подробно». «С колхозниками я действительно общаюсь, но повстанческой агитации не вел. Вам зачитываются показания свидетеля, уличающего вас в контрреволюционной деятельности. Продолжаете ли вы и теперь отрицать ее?» «Отрицаю. Свидетель показывает неправду. Вы лжете. Следствие требует дать правдивые показания». «Нет. Контрреволюционной работы не вел». На этом допросы были закончены. 15 октября тройка НКВД приговорила отца Михаила к восьми годам заключения в исправительном трудовом лагере. 23 октября 1937 года священник вместе с Ярославским этапом прибыл в Кулой-Лак. Но недолго он прибыл в заключение. Священник Михаил Горбунов скончался 7 марта 1938 года в Кулойском исправительном трудовом лагере в Архангельской области и был погребен в безвестной могиле. Как стремительно, дорогие мои, проходит время. Вот уже заканчивается вторая седмица Великого поста. Так пройдет и весь пост, пройдет и вся жизнь. Пройдет, как песочек между пальцев протекает, по песчинке вроде течет, течет, и ничего на руке не остается. И тем, которые в юности кажутся, что в жизни еще большой вагон и маленькая тележка, и ешь, пей, веселись, всегда очень грустно, когда видишь, насколько беспечно ко времени относится молодой человек. Насколько бесценно, бездумно он убивает время своей жизни на то, что не приносит ни уму, ни сердцу никакой пользы, а напротив делает человека тупым, бесчувственным, бездумным, циничным. Это и телевидение, и увлечение сетями интернета, где в душу такое количество помоев вливается, что ты же порой задумаешься, как вообще душа выдерживает, как она выдерживает. Она атрофируется, то есть пропадают человеческие качества, пропадает человеческий язык, пропадают интересы. Жизнь становится каким-то движением в сером тумане, без цели, без радости. И так кажется, что вот можно всю дорогу так вот ехать, ни о чем не переживать. Жалко время. А когда жизнь уже переходит за половину рубежа, половинчатый рубеж, пересекает человек, там уже как с горки, уже годы просто мелькают, один за другим, и дверь, дверь, за которой вечность, в которую, войдя, предстанем пред Бога. И ответ. Что человек сделал? Зачем он жизнь свою жил? Какие плоды? Что он приобрел? Кому хорошо было от его жизни? Остался ли хоть один человек на земле, который был бы обогрет любовью, добротой, вниманием? Первую неделю Великого Поста мы настраивались на Святую Четыридесятницу. И так приятно было видеть храм, несмотря на рабочее время. Покаянный канон читается каждый вечер на вечернем богослужении. Храм полный народа, народа Божьего, народа, тянущегося к покаянию. Особое, конечно, внимание и радость, что священники собирались. Собирались для молитв. Это вообще удивительное сокровище церкви, если священник любит молиться, любит богослужение. Если священник благоговейный, внимательный, вдумчивый. Ну, потому что это основная его задача. Когда читаешь «Житие новомучников» и находишь там, что он должен был сдать несколько тонн зерна или муки. Ну, священник, это ж не крестьянин. Тонны их нужно же вырастить, собрать, обмолоть. Священник, он служитель. Он совершает богослужение. И главное его действие, его функция, его жизнь, цель его служения — это предстоять пред Богом за народ Божий. И быть проводником. Брать за руку и вести человека в какой-то отрезок пути до встречи со Христом. Богослужение Великого Поста — это особая отдельная тема. Обязательно, дорогие мои, планируйте свою жизнь так, чтобы хотя бы на неделе разок бывать в храме. Находите это время. Пусть это будет за счет отгулов или за счет бессодержания, но это того стоит. Потому что, собрав сокровища с того, что Церковь дает в службе, гораздо эффективнее наверстаете и рабочие процессы, и финансовые, и экономические. Ну, потому что мирное сердце, уверенное в Боге, стоявшее на твердом основании, оно гораздо больше плодов принесет, чем метущаяся, унылая, раздраженная, дергающаяся, суетящаяся и все время куда-то бегущая, не догоняющая своей цели. Церковь совершает литургию прежде священных даров. Святителя Григория Двоеслова Папы Римского с потрясающими духовными молитвами и песнопениями. Вечернее богослужение, оно все пропитано покаянием и сокрушением. Оно толкает человека к духовному преображению. Обязательно во время поста нужно настроиться на режим регулярной исповеди и причастия. Для тех, кто живет в связи с Церковью, ничто не возбраняет приступать к великим таинствам еженедельно, а по благословению духовника можно и чаще на литургиях прежде священных даров, потому что, опять же, они служатся для причастников, для тех, кому необходимо это чаще, чем раз в неделю. Ну а для тех, кто не имеет опыта евхаристической жизни, но желает к нему приобщиться, Великий Пост — это школа покаяния, это время углубления в изучение себя через призму святотеческого учения о спасении, о страстях и о борьбе с ними. Это время исцеления глубоких ран души, время движения к свету Христового Воскресения. Не ленитесь, дорогие мои, находите силы, находите время. Оно быстро пройдет. Осталось всего месяц до того, как пост подойдет к страстной неделе. Это вообще особое событие в церковном году и в жизни Вселенной, в жизни каждого человека. И опять же, заранее спланируйте, чтобы страстные службы, службы страстной недели, они были в вашей жизни. Нельзя жить так, ну как апостолы, когда разбежались, а потом уже где-то там собрались, и Христос им явился воскресший. Нужно же быть с ним, быть и у креста, быть и на судилище у Пилата. Но это впереди. Заранее предупреждаю, чтобы это спланировали. Не лишайте себя этого удивительного сокровища, этой радости, вхождения в общение с Богом, в богослужении Церкви. И помогай нам всем, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова